привет спасибо что зашли мне очень приятно 8 день наших с вами адвент находок 8 день декабря соответственно сегодня располагаю чуть больше времени сегодня я не буду говорить так быстро как вчера и даже вряд ли смогу немножечко я сегодня как это такая заторможенная боюсь что видео получится получится длинным посмотрим посмотрим как дело пойдет сегодня был очень-очень прекрасный день в плане находок он был очень парфюмерным и вообще в принципе очень приятно в моем самом любимом адвенте от байнкорф я нашла вот такую вещь это нишевый аромат от французского дома экс-ниилу париж вот в таком формате это семь с половиной семь с половиной миллилитра вот такая такая фиолка со спреем ничем не примечательно естественно она не повторяет форму полного размера но ничего страшного аромат прекрасный под названием gold immortals я этот аромат не знала до сегодняшнего дня то есть я его не пробовала аромат роскоши мне очень понравился я когда его сегодня нанесла а нанесла я его сразу забыть что мне нужно будет сегодня еще вот этот аромат тестить отсюда да я его как-то сразу нанесла на руку на эту чайная на эту на левую и у меня было ощущение что вот какая-то роскошь при том роскошь не какая-то такая скучная удушающая винтажная старая нет а именно что то такое очень очень богатая но очень современная здесь ноты бергамота и груши груша очень приятно чувствуется я очень люблю аромат груши я вообще когда я вижу чтобы аромате есть груша я сразу как-то к нему уже позитивно настроена здесь есть пион а здесь есть такая искусственная нотка которая называется лес и ланг которая передает запах лилии и ланг и ланга франжипани кокоса и маной да и вот из этих нот я 3 вообще не люблю это запах лилии это запах маной а я в совершенно не люблю кокосу я так я небольшая фан но могу да там зависит какой кокос потому что кокос тоже совершенно разный может быть может быть такой молочный он может быть кислый он может быть сладкий он разный так вот вот это вот это вот эта нотка лес и ланг а это искусственно созданная она как-то хорошо собрала вот эти ноты очень такие спорные для меня и просто что-то получилось цветочно вкусная я очень люблю аромат франжипани и вот как-то все все хорошо получилось опять же это на мой на мой вкус так вот имейте ввиду что у нас холодно у нас сейчас холодно хоть солнце как говорится мороз и солнце день чудесный у нас очень красивая погода но холодно практически нулевая да там вот когда я это брызгала да имеется ввиду утром утром у нас ноль плюс два вот какая-то такая погода холодно и этот аромат роскошный он фруктово-цветочный его хочется вдыхать в нем себя комфортно чувствуешь мне очень понравился у меня большие сомнения как он будет вести себя в тепло в жару да и я потом почитала мнение людей на сайте и многие пишут что в жару нет в жару это что-то удушающее это что-то невыносимое но опять же мне не разделяются могу помогу поверить такому мнению потому что именно вот в холод в декабрь шикарно очень понравился и мне нравится что тут чувствуется вот эту грушу как груша который я люблю пион иногда ощущается вот как это цветочная приятная композиция лилии вообще тут когда даже я никогда не догадалась что она тут может быть и очень такая уютная приятная комфортная база в общем аромат шикарный буду пользоваться очень очень рада первая сегодняшняя находка и прямо вот как говорится в яблочко семь с половиной миллилитров в прошлом году нам от этого бренда вложили их самый-самый-самый популярный аромат fleur narcotic наркотический цветок тоже я была в диком восторге потому что это с такой очень нашумевший аромат но в итоге мне вот этот нравится даже больше хлебных кутик я пользуюсь у меня до сих пор наверное вот половинка вот это фиолки осталось там такой же формат был и вот за весь год практически да я использовала только половинку это мне кажется одну треть только а вот этот я думаю у меня уйдет намного быстрее в общем вот так первой позиции очень-очень довольна вторая находка до 2 находка из адвента space and key уже из области ухода вот так роскошно оформлена сыворотка они называют это комплекс для меня это сыворотка комплект это в принципе одно и то же очень красивое оформление закрывается это все от марки не от мат марки не от тут у нас 15 миллилитров с пипеткой темное стекло и это мультимолекулярный комплекс гиалуроновой кислотой 15 миллилитров вроде это уже сказала раза три это такой уход в котором разные разные гиалуроновая кислота разной молекулярной массой которая проникает который остается на поверхности который притягивает воду который задерживает воду да то есть каждое каждая каждый вид этой молекулярной массы до играет какую-то какую-то роль но самое главное что она должна очень хорошо увлажнять она должна притягивать влагу соответственно еще и выполнять функцию улучшения эластичности кожи такой плампер да она как упругость кожи улучшает за один день это понять невозможно что я могу сказать за один день во первых она имеет очень странный цвет я совершенно не ожидала что она будет желтенькая такая бледно-бледный желтый цвет я почему-то думал что она должна быть белая прозрачная нет она желтенькая очень имеет такую жидкую консистенцию практически как водичка как водичка наносишь ее на лицо она очень быстро впитывается и не оставляет никакой пленки для меня это очень классно для меня это очень здорово я ее нанесла и прямо кожа такая стала сухая да и я сделал глупость думаю так надо добавить еще не надо было этого делать я решила как бы тестить так тестить и добавила еще немножечко и когда переборщить переборщиваешь с ней она уже не так быстро впитывается она уже даже стала немножечко липкой поэтому если вы у вас есть такая сыворотка и будете приобретать имейте ввиду что ее не надо переборщивать ее надо нанести вот буквально одно нажатие одно нажатие нанесу нанесла мгновенно впиталась и кожа такая сухая а потом уже нам сухая имеется ввиду не не сухая по своей натуре да а сухая просто что все впиталось и потом я нанесла уже свой вот этот бальзам в воде от сисли с которым который вам показывала приятная вещь не надо было мне добавлять конечно теперь буду знать имеет очень странный запах какой-то запах мне он напомнил капсулы с рис с рыбьим жиром что-то какие-то такие отголоски не очень приятный запах но он также не остается на коже достаточно быстро впитывается вот вот все что могу сказать а еще такой может важный момент это средство вот сама вот этот сам этот комплекс это не что-то новое он существует уже много 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 лет там чуть ли не 10 лет но они каждый раз его улучшают каждый раз что-то в нем добавляют видимо улучшает убирают видимо по разным да за все эти годы разные как сказать законы разные а коллективы до внесены в применение какие продукты можно какие ингредиенты можно какие нельзя какие полезные какие стали вредными и они вот этот комплекс на протяжении вот этих многих лет меняют постепенно и я вот тут вижу что у меня где-то вот на на упаковке написано что эта версия версии 3.8 . 003 то есть это получается третья версия уже вот этой вот этого комплекса плюс какая-то 8 вариация этой версии то есть вот как то вот так знаете как у нас обычно на айфонах там идет обновление да там такая версия такая версия и каждая версия сама по себе тоже иногда еще улучшается или там что-то в нее вносится так этот комплекс это не тот комплекс который был выпущен да там давным давным-давно это уже обновленная версия вот это надо иметь ввиду вот мне кажется все что могу сказать за полдня применения я вам сказала кожа у меня не жирнится не не лоснится мне нравится приятное что там будет дальше будет ли у меня какое-то улучшение эластичность эластичности плотности я не знаю посмотрим старая находка сегодняшнего дня и мне такое ощущение что по уходам вроде под ничего у меня больше и нету третья находка третья находка в адвенте к листа сегодня у нас вот такая приятная штучка от покоробан аромат леди миллион это миниатюра 5 миллилитров у меня такая миниатюра точно есть но ничего страшного я обожаю получать и находить миниатюры рубочка вот такая миниатюрка повторяющая форму полноразмерного флакона с такой крышечкой с эмблемой все как положено я этот аромат на себя сегодня его нанесла буквально одну капелюшечку просто чтобы вспомнить его и вам рассказать но это аромат я думаю которые знают все у нас между прочим вот сейчас он идет реклама этого аромата каждый вечер по четыре по шесть раз я слык вижу эту рекламу там очень классная музыка и именно вот этот аромат до сих пор рекламируется это один из самых популярных упаку робан плюс праздники да такое все золото многие многие его любят аромат такой цветочно-медовый я такое не люблю то есть этого аромата в полноразмере мне никогда не хотелось покупать но что вам хочу сказать я думаю в этот аромат наверно знаете лучше меня вам хочу вам просто сказать что этот аромат создан кем он создан он создан таким мастером парфюмером одним из самых крутых парфюмерных мастеров крутой дяденька француз доме не копию доме не копию я думаю вот это имя надо знать только потому что этот мужчина создал такие культовые ароматы у него во первых больше 300 композиций которые я думаю если женщина имеет хотя бы там несколько пускай даже пробничков ароматов у нее точно есть один аромат от доме не копию среди его изобретений такие такие ароматы как люди сей люди сей несколько флангеров такие ароматы как когда-то просто очень-очень-очень нашумевший аромат от кензу джангл который до либо любишь либо ненавидишь вот этот джангл там был слон и был тигр вроде бы это доме не копию создал я этот аромат не люблю меня подружка им душилась поэтому ему очень хорошо знаю сама никогда не хотела его иметь этот аромат мне кажется такой девяностые да какие-то мы девяностые начал конец девяностых вроде это было середина девяностых такой нашумевший нашумевший джангл доме не купил также создал огромное количество ароматов для живанши и в частности для интерди который сейчас тоже гремит в частности и резис ты был там прямо несколько несколько это все его творение он создал ароматы для бербери например лондон это его аромат он создал огромные с шикарнейшие нишевые ароматы для для как его ой забыла забыла вообще дай дом фредерик маль это уже нишевые ароматы все дает все что дает вам говорила этого люксовые а из нишевых для фредерик маль он он создал такие ароматы которые просто там карналь флауэр портрет леди тоже это что-то такое из мира ниши то что очень имеет большой успех то есть этого дяденька крутой крутой ну и закончу его самым культовым ароматом это лави и белль это вот он нам сделал вот этот лави белль который мне кажется заполонил все и вот эти все безумное количество фланкеров это все его рук дело так что дяденька такой надо его знать и вот этот аромат тоже создал он но вот этот аромат создал он не в одиночку а еще с тремя другими носами мастерами но он из них самый известный вот прямо самый просто хотел вам об этом рассказать потому что сам этот аромат я не сильно люблю это мне в коллекцию но а его других работах я думаю надо знать любишь не любишь да но признать что он мастер такого уровня надо надо это иметь ввиду при том я вам назвала очень маленькое количество у него действительно больше трехсот ароматов и я уверена что у вас обязательно что-то от него есть и так это у нас третья находка а очень меня порадовала четвертая находка а четвертая находка из французского адвента от мариклер я очень-очень ждала этого дня это вот этот милейший кошелечек кожаный с бантиком кошелечек либо для мелочи либо для каких-то там колечков для чего-то от французского бренда на ты не на пишется это вот так там были были вот все этикетки все как надо все как положено как это пишется на ты не это очень такой французский бренд очень имеет хорошую репутацию на выпускает сумки выпускают ремни в общем такие аксессуары очень хорошего качества я знаю девчонок которых сумочки от на ты не уже там 10 12 год то есть это действительно очень хорошее качество очень хорошая репутация это не что-то такая это не кричащая марка мне кажется в принципе даже и и не особо знают скажем туристы да люди которые приезжают во францию делают тут шопинг мало кто покупает марку на ты не да в основном все покупают кого-то вытон но это естественно совершенно разные категории совершенно разная категория ценовая но это очень такое хорошее добротное качество очень милые модели достаточно традиционные тут нету что-то какого-то такого вычурного ну нет милая и вот тому пример вот такой кошелечек я в него уже положила чтобы просто вы видели масштаб да что сюда помещается я сюда уже положила мелочь вот так видите это достаточно маленькая тут как бы много не поместится мелочь и я всегда ношу с собой щипчики для ногтей потому что я не могу пользоваться пилками меня раздражает вот этот эффект пилки я вот ногти свои обрабатываю вот такой штукой она мне всегда должна где-то лежать недалеко все это помещается закрывается на кнопочку и вот такая мимишная мимишный такой аксессуар как я вам говорила когда распаковывала тот адвент что они есть в разных цветах нам положили черный самый классический я была бы не против голубенького розовенького там есть все все цвета есть даже лакированные есть в общем на на любой вкус и стоит вот такой кошелечек 20 евро называется что-то типа я уже забыла как он называется забыла я вам напишу же чуть из головы вылетела и у него подкладка хлопковая переработанная а вот называется свете свете тут все окажется написано вот очень довольна я действительно ждала вот эту ячейку хотелось уже на поскорее до нее дойти до нее добраться вот четвертая находка пятая находка из-за не из адвента из-за гудибега от списанки сегодня я ухватила такой достаточно большой флакончик от марки бэмфорд 50 миллилитров вроде до 50 миллилитров и это гель для рук для тела на французском написано что это мыло для рук и для тела мыло жидкое называется роз я им сегодня помыла руки очень очень хорошо пенится очень хорошо прямо такая пена была я даже я много взяла и прямо было очень-очень много пены очень хорошо пенится очень хорошо смывается одним разом да там подержала под струей все смылось не надо там по много раз промывать мне понравилось имеет такой запах называется роз да вот тут написано rose запах розы я вообще в принципе не почувствовала вообще никак что-то приятное какое-то даже больше фруктовые нежели цветочная розу я вообще не почувствовала плюс тут на основе алоэ вера но зап я не знаю почему не назвали тарус вот честно не могу я даже не могу понять приятно я буду пользоваться именно для мытья рук может быть один раз попробую на тело вот ради интереса но в принципе мне это наверное не так он большой пускай руки буду мыть в общем я в принципе довольна вот такой находкой знаете когда все очень просто понятно и незаумно вымыла руки и поняла что это за продукт так что пятая позиция кстати эта марка насколько я понимаю британская да она она сделала это сделано в англии и извините и стоит вот такой флакончик себестоимость вот такого флакончика 5 евро 75 то есть такой да скажем не самое дешевое но и не самое дорогое я смотрю в этом буклетике где у меня цены указаны вот очень приятные кстати довольно что вам еще хочу сказать да я вам хочу сказать по ходу помады это просто такой маленькая маленькое отступление два дня назад я вам показывал помаду от our glass такую красную красная вишня шикарного качества оказалось я ее проносила полдня и губы были в шикарном виде вообще знаете шикарное очень хорошее качество ничего нигде не сохла не шелушилась все все классно вчера я носила знаете покажу вот это я про эту помаду говорю да а у глаз вчера я носила помаду от мак вот эту мои любимые мой любимый оттенок теди ну это их это их классика вчера я видео снимала в этой помаде и сегодня я нанесла блеск почему потому что мне надо восстановить губы вот после конфешен от our glass все прекрасно после мака который я очень люблю мне всегда приходится губам 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 дать время отдохнуть и пропитать их просто обычным каким-то блеском потому что они начинают сушиться и сук шелушиться вот просто хотел сказать какая разница до разница все-таки имеет значение в качестве какой эффект после our glass какой эффект после мака вот сегодня на мне просто блеск чтобы губы немножечко отдохнули это никак не относится к адвентам да просто сегодня я обратила внимание что у меня после вчерашнего мака губы замученные вот а это прямо шикарно шикарно так что вот так хотела с вами поделиться и теперь давайте перейдем с вами к парфюму видите меня сегодня уже было два парфюма сейчас будет 3 сегодня у нас аромат скажу предисторию она будет длинная аромат от французского бренда аромат называется дусь и сумму я вам показывала в распаковке извините если вы слышите какие-то звуки это у нас делают уборку на общей площадке это уборщица убирается и бьет об двери то есть это не в не в квартире это на общей площадке так что я говорила я потеряла мысль да я вам показывал этот аромат под названием ду сенсом никогда мы делали распаковку и я тогда читала ноты и сказала что вот да я думаю что мне это не понравится и я сегодня когда открыла ячейку я такая прям омол дюй ой господи я буду страдать с этим ароматом весь день то есть у меня было сразу такое отторжение вот но все оказалось не так плохо аромат ду сенсом не означает сладкая бессонница сладкая бессонница я когда его нанесла сразу что-то такое сладенькое что-то сладкое что-то очень очень яркая то есть вот очень яркая но не очень понятно что это такое то есть я на подсознание помнила что тут есть кофе да ну что какие что с этим кофе еще я как бы сразу сразу это непонятно я побрызгала еще то есть вначале я побрызгнул просто на блатер потом я уже побрызгнула на себя сюда и сюда и стала чувствовать в итоге я на самом деле очень много пью на этом делать паузу да я очень много пью капучино я любитель кофе но черный кофе я никогда не пью не пью кофе с молоком либо капучино и тут действительно капучино тут именно вот этот аромат капучино при том сладенький вот как я его пью с сахаром то есть тут кофе но такое мяг мягкий кофе да такой кофе не 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 крепкий тут что-то молочное какая-то пенка то есть это действительно вот это капучино она ощущается и она приятная оказалась я очень боялась что тут будет прямо кофе который я в ароматах не люблю я его не в ароматах не люблю не в него не выпечки не люблю я люблю кофе именно как напиток и все тут очень приятно мне понравилось здесь также есть какие-то цветочные ноты то есть это такой знаете вот ощущение что ты сидишь с чашкой капучино и у тебя стоит тебе подарили букет цветов знаете вот такая коляса видание приятный приятный аромат не противный я очень переживала что я не смогу с ходить везде нет я смогла и все очень даже приятно он вначале очень между прочим такой занимает место он такой шлейфовый я очень боялась что всех будет раздражать да потому что мне были какие-то к нему такие настороженность да еще из того дня когда мы делали распаковку я тогда обратила внимание думаю ну восьмого числа я буду страдать нет приятно все очень мило сама марка натуре парфюм достаточно понятная марка она и название себе взяла до ателье парфюма как бы не что-то такое сверхъестественное какое-то заумное у них очень такие понятные флаконы сейчас вам все покажу у них такая философия у них в принципе название ароматов очень понятные они как-то вот сказали тебе что вот пахнет так вот так и будет пахнуть примерно да хотя вот этот не совсем такой явный но их очень много ароматов с названием именно вот той ноты которые в этом аромате то есть они как-то не мудрят как некоторые наши помните тут где они тут были товарищи с такими за умными названиями типа герман рядом со мной казался тенью вот такие у нас были я не знаю рассказывала про этот аромат от это либо дом там у которых там рождество на балконе такое тут все очень просто как бы у них есть аромат под названием там типа зеленое утро ну что-то такое то есть не не надо голову ломать что они хотят передать плюс еще аромат естественность это французская марка они создают свои ароматы между парижем и грасом грас и тогда мировая столица парфюмерная у них очень натуральные компоненты они заявляют что у них 90 процентов это все натуральная без каких-либо там искусственных добавок без каких-то там естественно сейчас принципе вообще этого нету животных добавок очень такая eco-friendly веган понятная марка она мне кстати я как-то к ней даже одна не обращу внимание потому что до этого я знала этот бренд знала он как-то такой достаточно популярный но у меня не не вызывало желание да как-то туда дальше идти а сейчас я посмотрю я может быть даже приобрету у них какой-нибудь наборчик с их пробничками посмотрю мы мне стало интересно потому что заставить меня полюбить что-то с кофе ну это достаточно сложно то есть это действительно значит они сумели обыграть эту ноту который я категорически не люблю в парфюмерии в парфюмерии они переграли что она мне понравилось вот давайте я вам теперь покажу как выглядит сам флакончик вот так выглядит полноразмерный флакон видите он такой округленный прозрачный понятный что нам говорят конкретно про этот аромат он цветочно сладкий он подходит для казановы подходит на свидание на отдых и какие тут ноты но ты здесь у нас розовый перец апельсиновый цветок это вот эти цветы которые ощущаются апельсиновый цветок тут еще в жасмин под жасмин тоже очень хорошо ощущается и тут тоже такой жасмин мягкий потому что вообще-то я жасмин не люблю вот я не люблю когда он ярко выраженный знаете когда вот вечерний жасмин как он пахнет вот он в жизни нравится но в парфюмерии не нравится но тут жасмин мягкий гелиотроп тоже цветок такой он как бы такой не рыбы не мясо на мой взгляд он какой-то такой достаточно нейтральный на мой на мой нос капучино который тут играет прекрасную роль вот такая она сладковато молочно-кофейная вот но очень-очень приятная и в базе у нас сандал вот почули войне ирис и какие-то смесь каких-то деревяшек я думаю что вот эти как раз сандал деревяшки они как раз и и успокаивают вот эти кофейные и жасминовые ноты то что тут ваниль я как бы особо даже не ощущаю есть что то есть что то но для меня это даже не войне для меня это именно вот эти капучиновые как капучиновые ноты если так можно сказать вот в общем оказалось это такая приятная неожиданность я большого большой надежды на этот аромат не возлагала но мне понравилось мне понравилось я думаю я этому аромату поставлю знаете поставлю шестерку потому что все что тут написано и все что я ожидала оказалось намного лучше поэтому не пятерка а шестерка я думаю они хорошо обработали все эти ноты и сделали что-то приятное по крайней мере для меня вот шестерочка у нас будет давайте я вам скажу какая фраза дня написано гуси от конфиденст 10 км и на бабу кто сказал что уверенность не приходит во флакончики не кстати нравится их фразы они такие очень очень передают действительность так давайте я переверну у нас тут особо ничего не прибавилось просто кончик носа добавился пока что не очень понятно ждем дальше что будет дальше знаете что вам еще каждый раз забываю сказать каждый раз забываю сказать сейчас вот мой глаз зацепил вот этот qr-код помните я вам говорила что тут каждому аромату есть свой qr-код который надо сканировать и я это делала вот тогда еще до в ноябре и мне сказали не 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 а вы рано пришли как вам не стыдно так теперь я этим qr-коды сканировала пару раз и выяснилось что там просто основательница вот этого сервиса или сотрудница или соосновательница потому что основатель по фари да это мужчина при том с со славянским именем алексей как-то его зовут алексей александров в общем что такое мне кажется он из украины и там еще женщина девушка красивая девушка и вот она делает она рассказывает об аромате то есть вот эти qr-коды они просто отсылают нас на youtube и там минутное примерно видео на немецком языке а потом на английском где вот эта девушка рассказывает об аромате вот сегодняшнего дня вот то есть вот оказалось такое я думала тут будут видео именно от брендов я что думала что будут видео именно от брендов а нет это именно от самого сервиса пафари вот от них поэтому я не каждый день смотрю эти видео они мне присылают их еще на мою почту но я так иногда просматриваю иногда нет сегодня я даже не смотрела еще так мне кажется я даже уже не помню я все у меня все почему не рассказала что хотела или не все мне кажется все мне очень понравился день он смотрите он прямо такой парфюмерный парфюмерный две миниатюры одна прямо настоящая миниатюра вторая не миниатюра но очень-очень мне этот аромат безумно понравился у нас тут вот такая сыворотка комплекс достаточно дорогой буду пользоваться который мне понравился по применению особенно когда первый раз перед тем как я переборщила тут у меня совершенно милейший аксессуар который прямо сейчас будет брошен в мою сумочку и тут у меня достаточно такой нейтральный уход пенка мыло для рук для тела поставлю в ванну и буду пользоваться один раз для тела попробую чтобы понять ну думаю дальше будут для рук его это использовать вот такой день я очень довольна надеюсь вам было интересно спасибо огромное что заходите спасибо огромное что смотрите я это очень очень ценю я очень ценю ваши комментарии очень ценю ваши просмотры я как-то так вот в этом режиме каждый день я прямо смотрю просмотры если раньше когда я делаю видео да там один-два-три раза в день в неделю я как конечно смотрела но не вот с таким усердием сейчас я прям так смотрю так посмотрели сколько посмотрели вот эти видео снимаю с огромным удовольствием мне очень нравится вот это наша с вами история адвент находок мне пока все очень нравится то есть каждый день нахожу время чтобы снять это видео и очень-очень этому радую спасибо огромное что вы со мной и до завтра пока пока